А знаете, какой вопрос? А вы подкаблучник? Я? Нет. А чё, улыбаетесь? Слушай, естественно, я тебе уже говорил, это не место для к***ю юмора. Читай текст, блин, который тебе написали! Да просто, у меня был, после прошлой программы... Я понимаю, у тебя был это грубник, он стал подкаблучником, но я-то тут при чём? Да он-то всю жизнь такой был, а вы-то, может, приобрели этот навык, я не знаю. В общем, дело такое. Первое, Иннокентий Викторович в прямом эфире в моём инстаграм, после предыдущей записи программы, сказал, что у него есть какой-то потрясающий кот, который говорит на птичьем языке. Внимание, слушайтесь, это он... На языке птица-насекомое. Я не преувеличила, я не преувеличила. Ещё на человеческом языке. Да, ещё на человеческом языке. И знает, сколько это, в 60 слов. Три языка он знает. Три языка он знает. А тысяча, она только один. Короче, ещё у нас в программе... И его жена нам не разрешила его показать, я поэтому и спрашиваю, подкаблучник вы или нет. Где кот? Где киса Шеремета? Я же обещал, сразу после записи программы, когда запись программы закончится и будет стрим во ВКонтакте и на Ютубе, я вам покажу своего кота. Вы покажете киса Шеремета? Ух ты! Просто кисочка Шеремета. Что ты несёшь, господи? Ирия, ну это же классно. А как зовут? Как Михаил Тертычный, я бы думал, что ты несёшь? Что ты несёшь? Как зовут кота-то ваша? Кисонька. Ну кисоньку-то как зовут? Его Плюшенька зовут. Его Плюшенька Продолжение следует...